Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События четверга в репортажах наших респондентов. И вот что главное сегодня. Как ведется работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи? Оценить эту деятельность в республику приехали представители Генерального штаба Вооруженных сил России. Аллея воинской славы в парке культуры отдыха «Зеленый остров» пополнилась новым экспонатом. Вести оценили зенитно-ракетный комплекс «Гордость ПВО». Перебежать дорогу как можно ближе передвижничать транспортом. Полицейские бьют тревогу. Опасная игра дошла до Черкеска. Водители, будьте бдительны. Теперь отдавать долги государству можно не только за себя, но и за другого человека. Нововведение в налоговом законодательстве. Продолжение следует. Осланозов встретился с представителями Генерального штаба Вооруженных сил России Тимофеем Плаксиным и Владиславом Сенкевичем. Цель визита гостей – посмотреть, как ведется работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Приехавшие позитивно оценили системность патриотической работы в республике. Осланозов отметил, что в регионе налажено хорошее взаимодействие между правительством, военкоматами и общественными организациями. Военком республики сообщил, что вопросу военно-патриотического воспитания и подготовки до призывной молодежи уделяется большое внимание со стороны главы региона Рашида Тимрезова. Один из примеров патриотического воспитания молодежи – аллея воинской славы на Зеленом острове, где словно в музее под открытым небом можно увидеть более десятка образцов разной военной техники. И совсем недавно появился зенитно-ракетный комплекс. Он стал 16-м по счету. О гордости ПВО страны Светлана Шаганова. Серийный выпуск зенитно-ракетной системы был начат в 1975 году. В 1978-м завершили все испытания. А уже через год, в 1979-м, первый полк с комплексом С-300 встал на боевое дежурство. Зенитно-ракетная система предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз. Она способна уничтожить баллистические и ракетные цели. С-300 – комплекс во многом уникальный. На протяжении десятков лет это признают как отечественные, так и зарубежные военные эксперты. Такого вот комплекса на колесах в настоящее время нет ни в одной стране мира. А вот Россия в этом плане лидирует. Он может наводить на шесть целей, по две ракеты на каждую, для повышения вероятности поражения цели. Поэтому считается одним из ведущих комплексов в системе противовоздушной обороны нашей страны. Пусковая установка прибыла из военной части в Подмосковье. Данный экспонат появился благодаря инициативе главы республики Рашида Тимрезова и мэра Черкеска Руслана Тамбиева. Их просьба была выполнена. По распоряжению Министерства обороны России лично Сергея Шойгу, боевая техника, снятая с вооружения, была направлена в Карачаево-Черкесию. Председатель Совета ветеранов Черкеска Дмитрий Бурулев с огромной гордостью рассказывает о каждом экспонате. В его детстве такого не было. Тогда Зеленый остров был большой поляной, заросшей диризой, вспоминает Дмитрий Петрович. А сейчас парк культуры как наглядное пособие. Воочию можно увидеть боевую технику, прикоснуться к истории страны. Экспонаты служат хорошим стимулом для военно-патриотического воспитания молодежи. А встречи с ветеранами, организованные городским советом, также возрождают в детях патриотизм. Именно тот, который был в советское время. Ребята с удовольствием встречаются с участниками войны. Правда, повторюсь, их у нас все меньше и меньше становится. Но, однако, это не лишает их стремления быть действительно настоящими патриотами нашей Родины. А патриотов становится все больше и больше. И невозможно, находясь рядом с историей наших дедов, не вспоминать те годы, которые были для большой нашей страны победоносными. И героизм советских солдат останется примером для всех и навсегда. О военно-патриотическом воспитании сегодня говорили на совещании под председательством вице-премьера Республики Мурата Озова. Все подробности у Аллы Динаевой. На повестку совещания вынесли два вопроса. Определение эффективности работы регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию и оказание помощи, изучение и распространение положительного опыта работы. С докладами о проводимой работе, планах и проблемах выступили исполняющие обязанности министра образования и науки Елизавета Семенова, военный комиссар Республики Арсен Тимиров, министр здравоохранения Казим Шаманов и другие. А председатель регионального отделения ДАОСАФ России Александр Яговкин вручил министру культуры Рамазану Барокову юбилейную медаль 90 лет ДАОСАФ. Члены комиссии из Москвы рассказали, как планируют вести в эти дни работу в нашем регионе. Очень бы хотелось, чтобы с нами был кто-нибудь из представителей Министерства образования. Именно по расчесовке подготовки граждан к военной службе. Так как это раздел предмета основы безопасности жизнедеятельности, необходимо, чтобы вы сказали только, что институтом разработаны программы. Хотелось бы от начала до конца познакомиться с этими программами и посмотреть, какой объем данных и знаний ребята получают перед тем, как идти на военную службу. Сюда мы приехали именно по поручению нашего правительства. Почему? Потому что сейчас очень большое внимание уделяется именно подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и патриотическому воспитанию. Вы это все прекрасно знаете. Поэтому наша цель здесь посмотреть не то, чтобы найти какие-то у вас серьезные недостатки или проблемы, а наоборот посмотреть, чем может ваша республика поделиться своим опытом или какими-то своими наработками среди остальных субъектов. Каждая проверка для нас, мы воспринимаем это очень позитивно, потому что со стороны всегда видней, где-то что-то мы можем где-то не дорабатываем, где-то есть какие-то минусы, нюансы. Я думаю, что вы нам все эти моменты подскажете. График работы очень плотный, насыщенный. Алла Динаева, Алий Бостанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Опасная игра среди подростков теперь и в Черкесии. Об этом сразу после прогноза погоды. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность, слабый снег, в горах метель. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 12-17. Температура воздуха ночью минус 7, минус 12, а днем минус 3, плюс 2. В горах ночью до 17 градусов мороза, а днем минус 3, минус 8. На дорогах местами снежный накат и гололедица. В Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 7, минус 9, днем минус 1, плюс 1. Это Вести в прямом эфире и мы и продолжаем. «Беги или умри» – так называется новомодная игра, приобретающая популярность среди подростков. Ее суть – успеть перебежать дорогу максимально близко. Проезжающему автомобилю сотрудники полиции бьют тревогу. Мадина Каракетова подробнее. «Беги или умри» – игра, распространяемая через интернет и приобретающая все большую популярность в городах России, дошла и до Черкеска. Своеобразная проверка на слабом. Суть этой игры – перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся автотранспортом. Эта игра стала популярной по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательным, когда вы видите детей у дороги. И учитывать тот факт, что они могут просто бежать прямо под колеса. По мнению полицейских, дети и подростки не осознают реальной опасности и последствий, к которым может привести их развлечение. Вероятно, они считают, что все как и в виртуальной игре. Погиб один раз – можно воспользоваться запасными жизнями. А в реальном мире жизнь всего одна. Полицейские отделы по делам несовершеннолетних советуют родителям четко разъяснять такие нюансы своим детям. Что можно посоветовать родителям? Поговорить с детьми, рассказывать о травмах, последствиях такой игры. Не угрожая, не испытывая тревогу. Поговорить как со взрослым, а не как с маленьким. Подростков обижают такое отношение. Рекомендация основная – находить контакт с детьми, подростками, слышать их, понимать и психологические, и эмоциональные потребности. Кроме того, необходимо донести до маленьких любителей острых ощущений, что они могут стать причиной гибели не только своей, но и других людей. Или же тюремного срока для ни в чем не повинного водителя, который будет вынужден нести уголовную ответственность за глупую игру отчаянного подростка. Мадина Каракетова, Расу Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. С 1 января 2017 года получит ИНН можно и в любом налоговом органе. Или, к примеру, теперь отдавать долги государству можно не только за себя, но и за другого человека. С этого года произошли и эти и другие изменения в налоговом законодательстве. О нововведениях Светлана Акбаева. С 1 января гражданам не обязательно будет вставать на налоговый учет в инспекции по месту регистрации. За индивидуальным номером налогоплательщика ИНН теперь можно будет обращаться в любую налоговую на территории страны. И выглядит теперь этот документ иначе. Вместо привычного бежевого теперь свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на белом листе формата А4. Теперь введен так называемый принцип экстерриториальности. Вы, даже будучи жителем, зарегистрированным в Москве, но живущим в какой-то период времени в Корчево-Черкесской республике, можете в любую налоговую инспекцию нашей республики подойти с паспортом, заявлением за получением ИНН. И эта услуга будет оказана. Причем на учет вас поставят в любом случае по месту регистрации. Еще одно упрощение. Налоги, наконец, разрешено оплачивать за любого другого человека. Раньше, говорят специалисты, жалоб было довольно много. То дети не могли заплатить за пожилых родителей, то один из супругов не мог рассчитаться за второго. В основном проблема возникала, если гражданин пытался заплатить не по квитанции, а со своего банковского счета по реквизитам налоговой. Тогда система не зачисляла эти платежи. Деньги списывались, а долг по налогам оставался. Теперь эту правовую коллизию устранили. Соответствующую поправку внесли в налоговый кодекс. Сейчас эта норма введена и можно заплатить как за физическое лицо другое, так и за юридическое. И, соответственно, есть большая вероятность собираемости налогов, потому что бывают определенные обстоятельства, когда ты не можешь за себя заплатить, а есть возможность у третьего лица это сделать за вас. Конечно, это, мы надеемся, будет сказываться на увеличении поступления в бюджет. Кроме того, замруководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Карачао-Черкесии Анна Дурнова напомнила, уже началась декларационная кампания по доходам, полученном в прошлом году. К примеру, это могут быть доходы от продажи имущества или сдачи его в аренду. А также речь идет об индивидуальных предпринимателях и лицах, которые в 2016 году оказывали репетиторские иные услуги, и не только. Декларация должна быть представлена в налоговый орган по месту регистрации не позднее 2 мая. Светлана Акбаева, Элибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Изумруд в городе Ессентуки – один из пяти магазинов в стране, работающий с ювелирным конфискатом, то есть распродает товары, изъяты банком за долги по кредитам. При этом скидка на все драгоценности 50%. Подробнее Светлана Шаганова. Зайти в Изумруд просто посмотреть не получается. Лоск витрины, ассортимент украшений удивит даже самого изысканного покупателя. А когда видишь привлекательные цены, все ювелирные желания мигом сбываются. Совершив покупку один раз в нашем магазине, очень многие покупатели возвращаются еще и еще раз за следующей покупкой. Сейчас можно приобрести любое изделие за половину стоимости. Особой популярностью сейчас пользуются изделия из серебра. Очень большой ассортимент у нас цепочек и браслетов. Очень много изделий с натуральными, цветными камнями в сочетании с фианитами и цирконами. Например, колечко из серебра 925-й пробы вы сможете приобрести от 250-300 рублей. Об изумруде слышали далеко за пределами есентуков. Магазин давно зарекомендовал себя как проверенный и надежный ювелирный партнер. Елена с подругой заглядывают сюда часто и никогда не уходят бесприятной на ощупь и такой дорогой сердцу каждой женщины бархатной коробочки. Мы хотим просто так радоваться, без повода. Я здесь изумрудные серьги с кольцом покупала, потом такую пшеницу покупала из бирюзы. А Ирина заглянула сюда впервые. И рассматривать украшения считает весьма увлекательным и приятным занятием. Мне посоветовали. И посоветовали что? Ассортимент, цены? Ну, естественно, цены. От миниатюрного колечка до шикарного ожерелья. В изумруде можно найти не только подарок по особому случаю, но и ювелирный аксессуар на каждый день. Для повседневных украшений часто выбирают серебро. Причем мода на такие изделия не имеет определенного направления. Это и кольца необычной формы, и вполне классические цепочки. Замысловатые браслеты и роскошные серьги. Даже на самый изысканный вкус, на Кисловодской 1, найдется заветное украшение. Светлана Шаганова, Вести Карачаева, Черкесия, Ессентуки. В республиканской газете «Ногая ДВС» подвели итоги фотоконкурсов «Счастливая мама» и «Самые интересные селфи». Читатели с большим удовольствием приняли в них участие. Так, победителем конкурса «Счастливая мама» стала Фарида Хутова с детьми «Заола» и «Конхалк». Также в жюре отметила фотографию Фаризат и Эльвира Анапиевых из «За Дельхалка». В конкурсе «Самые интересные селфи» победила фото Дианы Кастаовой и Алины Есинеевой. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас новые фильмы, новые серии фильма «Доктор Анна». Всего доброго и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова